Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Реинтеграция или изоляция? Рада начнет работу с закона проекта по Донбассу. О чем он? Копы в законе. В Харькове задержали патрульных, которые вымогали деньги у водителей. Чем пугали? С бактериальной начинкой. Компания с мировым именем отзывает свое детское питание из 80 стран. Гадюшник Трампа. Чем знаменитый отель расплачивается за крепкое словцо своего владельца? Уже завтра парламент может принять закон о реинтеграции Донбасса. Сегодня это обсудили на заседании Согласительного совета. И в то же время документ раскритиковал представителем бутсмена Михаил Чеплыга, который рекомендует президенту витировать норму. По его мнению, она противоречит Конституции. Есть ли шанс собрать голоса и что еще парламентарии хотят успеть за одну неделю? Выясняла Елена Зорина. После каникул и праздников они возвращаются на работу. Правда, всего на неделю дальше закрытия сессии и снова отдых до начала февраля. На рабочую неделю у депутатов планы грандиозные. Вопросы нацбезопасности и обороны, а еще экономика. Уже завтра хотят начать со скандального законопроекта о реинтеграции Донбасса. Перед Новым годом его отложили, чтобы не сорвать обмен пленными. Теперь убеждают в президентской фракции. Спорных моментов нет. Хотя с этим согласны не все. И Крым, и то, что Россия как страна агрессором, четко сгадывается в статьях закону. Стратегично, скажем так, с точки зрения принциповых вещей, я не вижу никакой проблемы для того, чтобы завтра этот закон не был проголосован. Пока что есть ряд сентенций, которые очень опасны для украинской государственности. То, что было перед тем, в этом законопроекту там не имеет. Визнание Россией агрессором в теле закону. Другая. Визначение даты окупации. Этот законопроект противоречит всем международным угодам, которые сегодня имеет Украина. Принятение этого законопроекта, оно суттєво погрешивает условия работы посредственной комиссии. А самое главное, этот законопроект не даёт ответственности, каким образом повернуть территорию людей, каким образом прекратить стрелянину, каким образом восстановить территориальную целостность нашей страны. Если самопомощь ещё думает, голосовать или нет, то оппозиционный блок категорически против. В пропрезидентском лагере теперь не опасаются сорвать обмен пленными. Переговорщики готовятся к очередному раунду. А глава государства к помилованию, чтобы ускорить следующий обмен. В ближайший час президент Украины принял решение, он помилил одну гражданку, гражданку Ка, которая совершила достаточно тяжкий злочин против державы Украины. Но во время этого злочина она сама себя поранила и осталась ампутантом. У нее есть мала дитина. Президент Украины пойдет на такой гуманитарный жест, для того, чтобы продолжить пытание освободить украинских хлопцев в украинских войсках. Уже в среду под куполом снова ждут генпрокурора. Юрий Луценко должен отчитаться с конфискации денег Януковича и его окружения. В четверг нардепы планируют заняться вопросами экономики. В частности, решить судьбу масштабной приватизации, запланированной на этот год. Возможно, поднимут вопрос создания антикоррупционного суда. Новый законопроект в конце прошлого года внес президент. Однако после праздников появилось еще четыре альтернативных от депутатов. Уже завтра избранники планируют внести их в зал. И, возможно, к концу недели даже успеют рассмотреть. По словам спикера, это зависит от профильного комитета. Говорят нардепы сегодня о том, что неплохо было бы заслушать отчет правительства. А еще индексировать пенсии военным пенсионерам. И решить кадровые вопросы. В частности, с назначением главы Нацбанка. Но хватит ли времени? Впереди только одна рабочая неделя. И снова каникулы. Елена Зурина, Иван Ермаков и Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Парламент также может отменить часть ограничений на беспошлиный ввоз товаров в Украину. Об этом сообщила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Напомню, в декабре Рада приняла поправки в налоговый кодекс. Товары из-за границы беспошлины можно ввозить раз в трое суток. Причем их стоимость не должна превышать 500 евро, а вес 50 килограммов. При этом человек должен отсутствовать в Украине как минимум сутки. Этим недовольны так называемые челноки. В знак протеста на минувшую неделю они перекрыли дорогу возле украинско-польской границы. В Запорожье бывший милиционер присвоил себе раритетное оружие местного коллекционера. Областная прокуратура уже сообщила ему о подозрении. Об этом в фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. По данным следствия в 2010 году правоохранители незаконно изъяли несколько сотен стволов, более чем на 30 миллионов гривен, а на коллекционера завели уголовное дело. Тогда он заявлял, что раритеты осели в окружении Виктора Януковича. Позднее некоторые из них действительно нашли в Межигорье и в доме бывшего генпрокурора Пшонки. А в марте 2017 года коллекционеру вернули часть найденного оружия. Любовь до гроба. В Запорожьской области мужчина в качестве доказательства своих чувств бросил в машину своей бывшей жены гранату. Чем это обернулось, расскажет Сергей Бордюша. Женщина, у которой двое детей, уже третий сутки в реанимации. У Светланы посечена почти вся нижняя часть тела. Медики изъяли множество осколков гранаты РГД-5. Видимые осколки удалили, которые в мышечном массиве, их никто же не удаляет никогда. Потому что они маленькие, это же небольшие осколки. Они маленькие, это надо было разрезать все ноги. Трагедия произошла в селе Семеновка под Мелитополем. Пострадавший утверждает, к ее машине подошел бывший муж, в который раз пытался выяснить отношения. Потом неожиданно бросил в салон гранату. Я сама не ожидала. Подошел, сказал, что люблю и буду любить, и бросил в окно гранату. Граната взорвалась под сидением, машина загорелась. Мужчина скрылся на такси, рассказали соседи. Они же первыми пришли на помощь пострадавшей. Она говорит, я через окно вылезла, я вообще не знаю. Наверное, после взрыва, потому что уже вся была в крови. Нападавший тоже житель Семеновки. Задолго до инцидента люди видели, как он не раз появлялся с оружием. Две гранаты у него было. Он приходил в 4 часа утра вниз к людям и показывал две гранаты. Жаловаться на 46-летнего односельчанина люди не раз ходили и в сельсовет, и в полицию. Ну, приезжала милиция. Ну, тут поездили. Ну, они его не задержали. Просила помощи полицию и пострадавшая бывший муж давно ей угрожал. Были попытки с ножом. Ну, говорили, вызывала 102, говорили, что явных следов нет никаких. Это смешно все. В общем, пока не убьют никаких действий. Я так понимаю. Где подозреваемый достал гранаты, почему не отреагировали на жалобы селян и не изъяли боеприпасы, мы попытались выяснить в местном райотделе полиции. Сейчас подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности. Телеканал Интер. Запорожская область. Киев и Москва не могут договориться о введении миротворцев на Донбасс и об освобождении заложников. Об этом в своем твиттере сообщил глава украинского МИДа Павел Климкин после беседы с Сергеем Лавровым. Главными темами были освобождение украинских заложников и политзаключенных, а также формат возможной миссии ООН на оккупированных территориях. Политики обсудили работу совместного центра по контролю и координации. Пока позиции сторон расходятся, но нужно продолжать работать, заявил Климкин. Стало тише, но до перемирия далеко. В зоне АТО боевики сегодня стреляли на Донецком направлении, в районе Каменки. В ход пошли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Украинские армейцы на провокации не отвечали. С передовых позиций материал Геннадия Вивденко. Боевики проверяют нашу оборону под Авдеевкой. Подходят на близкое расстояние, открывают огонь, как говорят военные, выманивают. В тренде у них идут. Потом идут кумулятивные заряды на РПГ. Чтобы укрыться, десантники здесь, под Авдеевкой, обустроили уже десятки километров траншей. Провоцируют, чтобы мы открыли огонь. Потом, я так думаю, вызывают ОБСЕ и компрометируют нас. Периодически враг открывает огонь. У нашего оператора Евгения Пахальчука почти нет кадра без стрельбы или взрыва. Копают. Ну, мы тоже... А вот это что было? Ну, СПГ, скорее всего. Так оно в течение, ну, круглые сутки. Десантник Рустам говорит, российские оккупационные войска продолжают вести себя коварно. Провоцируют. Но мы держим себя в руках. Хотя желание есть ответить нормально. Пальба со стороны врага кажется почти безопасной. Но недавно здесь, на позициях под Авдеевкой, погиб молодой украинский воин. На Луганском направлении, на Светлодарской дуге, боевики вели огонь из БМП и минометов на линии Троицкая-Новолуганская. Пришлось стрелять в ответ. И вот ты с ним. И тому убийца. Это левый фланг. Не далеченько. Ничего страшного. Но мы на чеку. Ждем. Десантник Василий на случай атаки противника ежедневно тщательно чистит ленту за лентой для крупнокалиберного пулемета. Если надо его использовать, то его сразу разъебрал, протер, смазал, собрал и все пошло работать. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. 83 тысячи евро в помощь Донбассу собрали на благотворительном телемарафоне в литовской столице. Проект «Вместе к победе» транслировал национальный канал ЛРТ. Выступали исполнители из Украины, Литвы, Латвии. Мероприятия это организовали. Литовское радио и телевидение. А также международная волонтерская организация «Блю Елу», которая помогает пострадавшим украинским военным и их семьям. Которым, собственно, и передадут все собственные собранные средства. Львов, Тернополь и Вильнюс в составе польского флота. В Варшаве недавно построенные в Китае польские суда хотят назвать в честь городов, которые располагались на бывших восточных территориях этой страны. В польском морском пароходстве подчеркнули, что никаких политических скандалов это не повлечет. Практика называть корабли в честь иностранных городов не нова. Например, немецкий флот окрестил свой ледокол в честь города Щецин, который сейчас является частью Польши. Пересмотра соглашения об ассоциации с Евросоюзом требует от правительства народный депутат Олег Лешков. В частности, это касается запрета на покупку молока у селян. Табу на домашний продукт должны ввести с начала года. Пока нововведение отложили еще на полгода, однако в селах уже переполох. Закупщики молока начали диктовать свои условия и снижать цену. Нарде подтверждает, что нужно вернуть ветеринарную службу, а фермерам предоставить дотации. Сальмонелла в детской расфасовке. Французский продовольственный гигант отзывает с рынка миллионы банок с детским питанием. Президент Франции обещает найти и наказать виновных. Подробности громкого молочного скандала в материале Татьяны Лугуновой. 12 миллионов единиц продукции. Крупнейший молочный концерн Франции отзывает детское питание из более чем 80 стран мира. Речь идет о молочке, изготовленной на заводе компании в городе Крайон. Производитель опасается, что смеси могут быть заражены бактериями сальмонеллы. Этот скандал разгорелся еще в прошлом году. Тогда французские СМИ сообщили, в продукции компании Лактолиз обнаружены бактерии сальмонеллы. После употребления молочки сальмонеллезом заболели более 30 малышей в возрасте от 2 недель до 9 месяцев. Компания распорядилась отозвать из магазинов все произведенное в 2017 детское питание и закрыть завод. В декабре 2017 группа решила закрыть предприятие не только для того, чтобы лучше изучить причины произошедшего, но и для того, чтобы дать ответы всем родителям. Это наша безопасность. И вот в новом году скандал разгорелся с новой силой. Французские СМИ выяснили, отозванную продукцию до сих пор можно найти на прилавках магазинов. Ситуацию прокомментировал даже президент Франции. Франция может гарантировать безопасность продуктов питания. Я буду осторожен на данном этапе, но судя по заявлениям компании и продавцов, по всей видимости, произошло неприемлемое. Власти Франции распорядились изъять из продажи все детское питание, изготовленное на заводе, независимо от даты изготовления. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Европейское. Бюро телеканала Интер. Бумеранг Трампа. На отеле, принадлежащем американскому президенту, в выходные появилась надпись «Гадюшник». Это еще не самый довольно приличный перевод слова, которое сам Трамп использовал, говоря о странах третьего мира. Каким последствиям может привести одно неосторожное высказывание, расскажет Дмитрий Анопченко. Это ненормально. Взятки Трампу платят здесь. И это место – «Гадюшник». Огромные надписи сменяют одна другую. Их проецируют на стену достопримечательности Вашингтона – Трамп-отеля, где номера полтысячи долларов в сутки стоят. Ругательство, которое сам Трамп якобы употребил, теперь прямо на входе в гостиницу, рядом с его именем. Слово «шитхолл», которое можно перевести как «гадюшник» или «вонючая дыра», это если не брать другие варианты перевода, которые я сейчас просто не могу сказать в эфире. Дональд Трамп якобы употребил в Белом доме во время совещания с конгрессменами, говорил о странах третьего мира, таких как Гаити и Сальвадор, и якобы сказал «зачем Америке мигранты из вонючих дыр?». И это одно лишнее осторожное выражение спровоцировало скандал, который теперь уже несколько дней не утихает. Африканский союз и правительство многих стран осудили слова президента, назвали их «расистскими» и «ксенофобскими». Трампу пришлось в очередной раз оправдываться. Нет-нет, я не расист. Я в наименьшей степени расистски настроенный человек, у которого вы когда-либо брали интервью. Вот что я могу сказать. Дональд Трамп теперь уверяет, вообще не делал обидных ремарок во время совещания в Белом доме, но его слова цитируют те, кто врать не будет. Сами участники встречи, конгрессмены. Он прямо назвал страны, откуда они, дырой в заднице. Это именно то слово, которое использовал президент, и не один раз, а постоянно говорил. Уже в этом году парламентские выборы и одно грязное слово может стоить республиканцам голосов. Вот почему от высказываний Трампа сейчас открестился даже один из самых известных его однопартийцев – Пол Райан, спикер Палаты представителей, которого в кулуарах Конгресса многие называют будущим президентом Америки. Первое, что мне приходит в голову – это было очень неуместно, очень зря. Президент Трамп теперь и сам явно жалеет о неосторожной фразе, однако рассчитывал, мол, поговорят, пообсуждают, посудачат и забудут. Но его противники не дают замять скандал и обещают и дальше писать слово «гадюшник» здесь, на стенах Трамп-отеля. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Вирус на пороге, вспышки кори охватили практически всю Украину. Как не заразиться? Пандус в никуда, как выглядит архитектурное издевательство в Кировоградской области. Роковая женщина, карьера очередного британского политика рушится из-за любовной истории. Что на этот раз? Неправильно поняли. Катрин Данёв извинилась перед жертвами сексуальных домогательств. Раскаялась ли актриса? 320 миллионов гривен выделят из бюджета на строительство второй очереди Национального музея «Мемориал жертв Голодомора». Об этом на заседании оргкомитета заявил премьер-министр Владимир Гройспан. Планируют привлечь и средства международных доноров также. 320 миллионов гривен, закладені 50%. Звідки мы взяли эту цифру? 770 миллионов гривен – это то, что предпочитает проектно-кошторственная документация. Завдание стоит между профильным віце-премьером – добиться максимально эффективного и рационального использования этого ресурса. Я хочу вам сказать, что тот, кто копейку где-то вкрадет на строительство мемориала, он будет проклятым. Корь наступает. Сообщения о новых инфицированных поступают со всей Украины. Сколько людей госпитализированы по состоянию на сегодня и есть ли угроза эпидемии, выясняли наши корреспонденты. Около 90 случаев Кори уже зарегистрировали в столице. Большинство инфицированных – дети. Госпитализированы 15 человек. В Киеве проводят массовую вакцинацию. Более 10 тысяч детей уже привиты. Врачи уверяют, что эпидемии нет, но в то же время рекомендуют не посещать массовые мероприятия. Пока карантин объявили только в двух учебных заведениях, остальные работают в обычном режиме. Дитину не могут не пускать до школы, потому что Конституция Украины гарантует навчание. Дитину могут не пустить на навчание лишь в случае, если у нее есть ярко выраженные знаки заболевания. Школи будут переходить на онлайн форму навчания лишь в случае, если батьки, например, категорично принимают решение, не делать щепление детей, из каких-то своих мероприятий, им, естественно, выключено, и не будут отпускать детей до навчального захода. В Днепропетровской области только за прошедшую неделю зарегистрировали 12 случаев заболевания. С начала года в регионе корь диагностировали у 25 человек. Эпидемиологи заявили, вирус распространяется быстро, и не исключено, что заболевших будет больше. Тем временем во Львове о вспышке кори объявили официально. За медицинской помощью обратились 84 человека, в основном дети. В некоторых школах и детсадах продлили каникулы на неделю. В случае отказа родителей привить ребенка, в департаменте здравоохранения намерены обращаться в правоохранительные органы и службу по делам детей. Но абсолютный рекордсмен – Одесская область. С начала года там госпитализировали около 200 человек, 119 из них – дети. Напомним, именно в Одесской области зафиксировали летальный случай. В Белоград-Дестровском от кори умер пятилетний ребенок. Богдан Вербицкий, Анастасия Старовойт, Елена Брынза, Елена Миндалюк, Галина Якушко и Андрей Анастасов. Подробности – телеканал «Интер». Под покровом ночи в Харькове на взятки задержали двух патрульных, которые наладили схему вымогательства у водителей. Как и сколько они зарабатывали на нарушителях и сколько им за это будет, расскажет Светлана Шикера. Двух патрульных во время получения 20 тысяч гривен взятки задержали этой ночью бойцы спецподразделения «Альфа». Оперативники спецслужбы установили. Вымогательство было поставлено на поток. В связке работали три копа. Упомянутый таксист был наводчиком. Який вишукувал в месте водеев, которые могли порушить правила. Например, мог их чатовать под кафе, что кто-то выйдет и седет за кормом, видите, в нетверзом состоянии. И передавал эту информацию патрульным. И патрульные уже тогда в районе вишукували эти автовки и вымогали из них грошей. Занимались патрульной и подделкой водительских документов. Естественно, за деньги. Раньше у водителя добросовестные патрульные, так, которые не берут хабарев, вылечили водительские права через порушение правил дорожного движения. Однако водитель хочет продолжать керовать автомобилем. И он обратился к этих правоохранителей, которые ему за гроши подробливали временное посвящение и выдавали. По такой схеме полицейские работали несколько месяцев. Сейчас следователи выясняют, сколько было подобных эпизодов и какие суммы осели в карманах правоохранителей. Двое патрульных уже под стражей. Третьему объявили о подозрении. Отвечать придется и таксисту. В патрульной полиции действия коллег не комментируют. На официальной странице в фейсбуке написали, департамент подобные действия осуждает и будет их искоренять. И еще один полицейский погорел на взятке в Одесской области. Как сообщили в пресс-службе СБУ, начальник следственного отдела одного из районных подразделений вымогал деньги у фигурантов уголовных дел. Оперативники задокументировали, как капитану полиции передали первую часть этой взятки, 500 долларов за то, что он закроет уголовное дело. А во время передачи второй части уже полутора тысяч долларов его, собственно, и задержали. Пандус в стену. В Кропивницком при входе в здание нацполиции установили чудо инженерной мысли, которым попросту невозможно пользоваться. Это вызвало волну негодования в городе. Будут ли исправлять этот строительный шедевр, узнавала Елена Брынза. Этот пандус установили возле входа в отдел безопасности дорожного движения нацполиции области. Его сфотографировали местные активисты и выложили в соцсети. И тут же вспыхнула волна негодования. Ведь пользоваться им попросту невозможно. Вестань вести стены на около 40-50 сантиметров. Угол не соответствует стандартам. Он должен быть 10-20 градусов, но он сделан не по стандартам. В областном управлении нацполиции от этого пандуса тут же открестились. Дескать, это не они такое натворили, а еще предшественники, ликвидированное ГАИ. Но и собственник помещения, региональный сервисный центр МВД, бывший МРЭО, свою причастность также отрицает. Данную часть помещения сдавали по договору национальную полицию. Они установили металевую конструкцию на подобию пандуса. И мы до него никакого отношения не имеем. Хотя и сам сервисный центр МВД далеко от нацполиции не ушел. Он расположен в этом же здании. У центрального входа пандуса нет вообще. А кнопка вызова исчезла. Кнопка на данный момент снята для замены батареек. Раньше она находилась в местном месте. Этот пандус в соцсетях уже прозвали издевательством. Активисты требуют убрать позор и принести извинения. Этот факт наявности пандусу, хотя это сложно назвать пандусом, это просто элементарное невыконание законов. Если национальная полиция не выполняет нормы, которые есть в чем-то одном, то какие гарантии, что она будет в другом выполнять законы и нормы? В региональном сервисном центре пообещали пандус демонтировать. А вот в нацполиции области это архитектурное ноу-хау комментировать отказались. Говорят, из помещения они выехали. Срок аренды истек. Поэтому все вопросы к собственнику. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кропивницкий. Маланка-фест. Черновцы заполонили казаки, индейцы и даже боги. Кто находит время и силы для того, чтобы радоваться самому и радовать других, знают наши корреспонденты. Тонны арматуры, килограммы краски, рулоны полиэтилена. Этого четырехметрового пса на фестиваль привезли из Силагорбова. Внутри каркаса старенькая Волга управляет конструкцией руководитель коллектива. Я с моим напарником, мы двое сложили ручки. А саницы помогали нам. Последние дни всю ночь работали, аж до ранка пошли. Эти участники тоже решили удивить масштабами. Привезли Кинг-Конга. Его мастерили три года, потратили почти 100 тысяч гривен. Охраняют великаны-индейцы. Костюм мы работали в нас наручь, то вкладывали свою душу, свою працу. Теперь мы тоже куповали с нашего села, от бабок, от детей, от старших людей за нас. И они нас поддерживают завжди. Фестиваль Маланок в Черновцах проходит уже седьмой год. И если раньше сюда приезжали один-два десятка коллективов, то в этом году больше полусотни. Медведи, цыгане, сказочные герои, фараоны и боги Олимпа. Кого только не увидишь в праздничной колонне. Ряженые поют, кто-то на полную включает музыку. Как вот эти казаки. До Маланки-фест мы готовились протягом двух месяцев. Намагались вытворить, как можно, яскравейшую картину того, который когда-то был в большинстве казаки. Сами отпочиваем, рабим людям сяду. И вот так. Победитель фестиваля уже традиционно получит 50 тысяч гривен. Рекордная деятельность учасников. Великая кількость гостей из других регионов, из других краев. Гуляния продлятся до поздней ночи. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы. Любовь зла, лидера праворадикальной партии Британии, призывают уйти в отставку из-за российских комментариев его девушки. Кого она обидела и почему судьба всей партии сейчас под угрозой, расскажет Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Генри Болтон стал лидером британских евроскептиков всего 4 месяца назад. И пока не успел прославиться ни своими политическими решениями, ни талантливыми речами. В новостных лентах имя Болтона чаще всего мелькает благодаря его бурной личной жизни. Недавно стало известно, что он бросил свою русскую жену Татьяну, которая в 2016-м родила ему второго ребенка, ради молодой красотки из партии. Новая любовь Болтона – модель Джо Марни, на 30 лет моложе его. И вот в прессу попали ее частные сообщения с российскими комментариями в адрес невесты принца Гарри. В партии тут же приняли решение приостановить членство девушки с возможностью полного исключения. А поскольку Генри Болтон состоит в романтических отношениях с российской, то и его призывают уйти в отставку. Но лидер Юкип не собирается покидать свое кресло. Он решил пожертвовать молодой любовницей. Сообщил, что больше не поддерживает с ней связь. Ее комментарии шокировали и потрясли меня, как думаю, и большинство нормальных людей. Но я не несу никакой ответственности за эти сообщения и буду продолжать свою работу на посту лидера. И я не собираюсь уходить в отставку. Если Болтон не подаст в отставку на этой неделе, его могут принудительно уволить с должности. На воскресенье назначили заседание исполнительного комитета Юкип, который и решит судьбу лидера партии. После ухода главного идеолога Брексита Найджела Фараджа с поста руководителя партии, евроскептикам не везет с лидерами. Это пятый за полтора года. И, похоже, тоже долго не продержится. После референдума о выходе из Евросоюза право радикалам из Юкип сложно найти свое место в политике. Это подтверждает и поддержка британской публики, вернее, ее отсутствие. На прошлых выборах число проголосовавших за евроскептиков сократилось с 12% до 2%. И скандалы вокруг лидеров совершенно не способствуют привлечению новых сторонников. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Катерина Данев извинилась перед жертвами сексуального насилия. На минувшей неделе она подписала открытое письмо, в котором осудила компанию против домогательств. Почему теперь она просит прощения и отказывается ли она от этого письма, расскажет Елена Абрамович. Политики, режиссеры и актеры – обладатели «Оскаров». Волна сексуальных скандалов за последние месяцы зацепила и низвергла с высоких позиций. Немало звезд политики и шоу-бизнеса в США и странах Евросоюза. Французская актриса Катрин Данев назвала эти процессы «охотой на ведьм» и стала лицом открытого письма, которое подписали около 100 писателей, актрис и ученых. Мужчины были вынуждены отказаться от своей работы только из-за того, что дотронулись до чьей-то коленки или попытались кого-то поцеловать. Насилие – это преступление, но попытка соблазнения даже настойчивая и грубая – не преступление. Если так будет продолжаться, люди рискуют проснуться в мире, где нет флирта, игры, противостояния, пишется в письме. В итоге на Данев посыпались обвинения. Ее слова назвали оскорблением жертв-домогательств. Она же в ответ прислала редакции французского журнала «Либерасьон» еще одно письмо, которым извинилась. Я отдаю должное всем жертвам этих отвратительных действий, которых могло оскорбить письмо, опубликованное Ле Монт. Им и только им я приношу свои извинения. В то же время Данев настояла. В предыдущем письме не было ничего, что оправдывало бы сексуальное домогательство. И еще раз повторила – ей нравится свобода. И чужд дух нашего времени, когда доносы в соцсетях порождают наказание и отставки, а часто – линчевание в средствах массовой информации. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». На домогательство жалуются не только женщины. Модных фотографов с мировым именем обвинили мужчины. По информации издания «Нью-Йорк Таймс», британец Марио Тестино и американец Брюс Вебер, которые делали снимки для известных брендов, распускали руки. Информацию эту подтвердили 15 моделей мужчин. Из-за этого издательский дом, владеющий журналом «Вог», уже прекратил работу с Вебером и Тестино. А вот сами фотографы на все это отвечают отказом. Они отрицают обвинения. Сегодня мир празднует 89 лет со дня рождения Мартина Лютера Кинга. Борец за права человека, лауреат Нобелевской премии. В США он известен не только как лидер антироссийского движения, но и как протестантский проповедник. Если в начале 20 века многим посещавшим подобную церковь в США приходилось скрываться, сейчас среди членов протестантского движения в Америке политики, известные бизнесмены и даже президенты. Активно оно развивается и в Украине. Подробнее в материале. Один из первых американцев, открыто вступивших против расовой сегрегации. Доктор Мартин Лютер Кинг вошел в историю США как человек, победивший насилие мирным протестом. Его речь, произнесенная в 1963 году у подножья монумента Линкольну в Вашингтоне, вошла в мировую историю. У меня есть мечта. Она лежит в основе американской мечты. Мечта, что однажды эта нация восстанет и начнет жить по принципам, заложенным у ее истоков, что все люди созданы равными. Его мирный протест основывался на глубоких религиозных убеждениях. Мартин Лютер Кинг был не только борцом за права людей, но и пастором. Именно в проповедях в своей баптистской церкви в Монгомере, штате Алабама, он впервые начал говорить о борьбе против сегрегации. Кинг вдохновил всех нас словами не злости, а призывом к действию, который актуален и по сей день. Единство, говорил он, нам необходимо единство. Пуля снайпера, убившая Кинга, не остановила его дело. В 70-х Америка окончательно покончила с разделением на черных и белых, а протестантское движение распространилось по всей стране. В США протестантские церкви посещают миллионы людей. Речи самого известного американского проповедника Банихина собирают сотни тысяч человек. Чета Обам, Трампов, Клинтоны. Политики, миллиардеры и президенты, читающие проповеди, здесь не удивляют никого. Я призываю вас подняться, как Исайя, и быть теми, кто строит, а не разрушает мосты. Миллионы прихожан протестантских церквей и в Европе. Самая известная европейская христианка, канцлер Германии Ангела Меркель. Протестантство давно стало важной частью не только американской, но и европейской культуры, утверждает лидер Украинской протестантской церкви Возрождения Владимир Мунтян. Самые развитые страны, это страны, которые построены прежде всего на протестантизме. Это Америка, это Германия, это вся Европа, это Англия. То есть можно перечислять и смотреть, что все эти страны, они экономически очень продвинуты. Возрождение – одна из самых известных протестантских церквей в Украине. Уже более 15 лет работает и благотворительный фонд Возрождения. Несмотря на это, организацию не раз критиковали. Критикуют церковь, критикуют конкретно нашу церковь, выпускают какие-то передачи. Во-первых, это еще, как говорится, отголоски недалекого коммунизма, атеизма и материализма. То есть это еще голос Владимира Ильича Ленина. Если бы было больше таких церквей, если бы было больше таких людей, и больше таких благотворительных фондов, наша страна бы сейчас не переживала такой кризис. Владимир Мунтян не скрывает, занимается бизнесом. Так же, как это принято делать на Западе, а деньги идут на благотворительность. Чтобы помогать людям, то, естественно, нужно где-то зарабатывать деньги. У нас бизнес есть и в Украине, и в Америке. А мы делаем все возможное для того, чтобы помочь людям, помочь тем, кто нуждается. Ежемесячно фонд помогает тысячам людей, говорит Мунтян. Сотрудничает с 56 больницами, закупает лекарства и оплачивает химиотерапию онкобольным. Помогает детям с ДЦП. А более тысячи стариков каждый месяц здесь получают продуктовые наборы. И для Европы такая благотворительность уже давно стала нормой. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности и телеканал Интер. Как выглядит настоящий обвал биржи? Сколько мужей загубила черная вдова из Франции? И как ирландка вышла замуж за призрака? Обо всем этом прямо сейчас. В Джакарте рухнул балкон фондовой биржи вместе с посетителями. Переход на втором этаже обвалился под группой студентов, которые пришли на экскурсию. Пострадали 80 человек. Причина обрушения пока не установлена. Учреждение находится в высотном комплексе с двумя башнями, построенном еще в 1990 году. Там же расположены офисы Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. На колесах к дантисту. В калифорнийском городе Санта-Ана автомобиль протаранил стоматологическую клинику, которая находится на втором этаже. Белый седан отбросило на стену после того, как он врезался в дорожный разделитель. Машина тут же загорелась, но водителю и пассажиру удалось спастись. Чтобы извлечь автомобиль из пробоины, вызвали пожарную машину. По словам полиции, водитель находился под действием наркотиков. Черное доверие Вьеры грозит пожизненное заключение. Во Франции начался суд над женщиной, которая предположительно соблазняла и убивала богатых пожилых мужчин. Патриса Дагорн уже отбывает пятилетний срок за мошенничество и грабеж 87-летнего старика, с которым жила в обменной интимной услуге. Всего у нее было как минимум 20 пожилых партнеров. По версии следствия, двух из них черная вдова отправила на тот свет. Замуж за привидение. Необычную свадьбу сыграла жительница Северной Ирландии. 45-летняя Аманда Тик связала себя узами брака с призраком гаитянского пирата, жившего в 18 веке. Женщина утверждает, он похож на персонажа Джека Воробья, а тесная духовная связь у них с 2014 года. Брак заключили в шлюпке в международных водах возле побережья Ирландии. Один из самых дорогих алмазов нашли на юге Африки. Камень размером как два мяча для гольфа обнаружили на территории горного королевства Лесота. Компания Gem Diamonds, которой принадлежит шахта, заявляет, алмаз пятый по величине в мире, его вес 910 каратов. После огранки камень станет меньше. Тогда эксперты и смогут определить его приблизительную стоимость. По предварительным оценкам, речь идет о 40 миллионах долларов. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра.